В циане я пишу на питоне разные интересные штуки, связанные с недвижимостью. И сегодня я вам расскажу про PyLint. Я думаю, многие из вас используют PyLint, и я буду рассказывать, как он устроен, что у него там внутри. И если вы используете PyLint, вы, в принципе, можете уже сразу задать мне вопрос, а зачем нам знать, что у него внутри, чем нам это в жизни может помочь. Многие используют линтеры как черный ящик. Мы написали какой-то код, запустили линтер, он нам выдал много разных сообщений о том, как можно наш код улучшить, сделать его более красивым. Мы поменяем код, код становится приятно читать и не стыдно показать другим людям. В целом я с этой позиции согласен, и в циане мы очень долгое время именно так с PyLint мы работали. Да, мы, конечно, меняли конфиги, убирали разные ненужные правила, увеличили максимальную длину строки. Ну, в общем-то, здесь нет ничего особенного, вы все так делаете. Но в какой-то момент мы столкнулись с проблемой, и чтобы эту проблему решить, нам пришлось уже глубже копнуть внутрь PyLintR, разобраться, как он работает, и что это была за проблема, и как мы ее решали, я вам сейчас буду рассказывать. Вообще, когда я рассказываю людям, что работаю в циане программистом, все почему-то очень удивляются и говорят, «Цан — это что-то связанное с недвижимостью, какое-то агентство, что ли? Зачем вам там вообще нужны программисты? У вас, наверное, работают одни риэлторы». Это заблуждение, «Цан — это техническая компания, у нас риэлторы не работают, зато работают очень много программистов. Недавно, неделю назад буквально у нас был такой приятный праздник, мы пробили один миллион уникальных пользователей в сутки. «Цан» — это вообще самый крупный классифайт недвижимости в Москве и в Санкт-Петербурге. Так вот, разработчиков у нас много, почти 100 человек, и из них 30 ежедневно пишут код на питоне. А это значит, что каждый день в продакшн выезжают сотни, иногда тысячи строк нового кода. И мы бы для себя хотели, чтобы этот код был, во-первых, достойного качества, во-вторых, чтобы стилистически он был плюс-минус одинаковый. Мы не хотим винегрета в наших репозиториях, хотим, чтобы много людей писали код примерно одного вида. Как мы можем этого добиться? Мы добиваемся этого с помощью код-ревью. Код-ревью у нас происходит в два этапа. Первый этап — это автоматизированный, то есть есть робот, который в Jenkins'е запускает тесты, прогоняет линтер, в нашем случае это PyLint, и поскольку у нас микросервисы, то запускает проверку согласованности API между микросервисами. Соответственно, на этом этапе уже если тесты падают или линтер показывает какую-то дичь, то это повод для того, чтобы пул-реквест задеклайнить и отправить на доработку. Если все хорошо, то наступает второй этап — это необходимо одобрение от двух живых разработчиков. Соответственно, они могут оценить то, насколько код хорош в плане бизнес-логики, и опять-таки, либо заправить пул-реквест, либо отправить его на доработку. По каким причинам вообще пул-реквест может не пройти код-ревью? Во-первых, это ошибки в бизнес-логике, то есть человек либо неэффективно, либо неправильно решил задачу, либо проблемы со стилем кода. Значит, какие могут быть проблемы со стилем кода, если у нас уже есть линтер? Дело в том, что мы все пишем на питоне и знаем, что существует PEP8, но PEP8, как и любой стандарт, он довольно общий. Нам этого недостаточно. Мы хотели бы в каких-то местах конкретизировать его, в каких-то местах, наоборот, расширить. Поэтому мы придумали свои внутренние договоренности по тому, как код должен выглядеть и работать. Назвали их для себя Declined Sun Proposals. Это набор правил, сейчас их примерно полтора десятка у нас. Каждый из этих правил — это, по сути, основание для того, чтобы пул-реквест был задеклайнен и отправлен на доработку. С нашими внутренними правилами есть одна проблема. Дело в том, что линтер про наши правила вообще ничего не знает. Да и было бы странно, если бы он знал. Это же наши внутренние правила. Соответственно, разработчику, который выполняет задачу, нужно всегда эти правила держать в голове. Нужно помнить про них. И получается, что если он про что-то забыл, ну, все мы люди, все мы что-то забываем, то в процессе ревью, ревьюеры это все помнят. Они указывают ему на какую-то проблему. Соответственно, задача отправляется обратно на доработку. Поэтому время релиза задачи увеличивается довольно сильно. А после того, как задача была доработана, все ошибки исправлены, ревьюерам снова нужно вспоминать, что же там было, опять переключать контекст. И, в общем, это проблема и для того, кто задачу делает, и для того, кто ее ревьюет. Значит, в результате у нас скорость ревью критически снижается. А люди начинают вместо того, чтобы анализировать логику кода, они начинают анализировать его визуальный стиль. То есть они, как линтеры, начинают сканировать код по строчкам и искать там какие-то несоответствия в отступах, в формате импортов и так далее. Нам бы хотелось от этого избавиться. То есть кажется, что нам нужен какой-то инструмент, который будет как линтер. То есть знать все про наши внутренние договоренности и смочь проверить питоновский код на их выполнение. То есть получается, что нам нужен свой линтер. На самом деле идея довольно дурацкая, потому что у нас уже есть один линтер, нам второй вообще не нужен. У нас есть PyLint, он нам всем нравится. И самое главное, что он уже встроен во все наши процессы. То есть он запускается в Jenkins, генерирует красивые отчеты, которые нас полностью устраивают, и в виде комментариев приезжает в pull-реквест. Все отлично. Но что же делать? Значит, свой линтер писать не вариант. Мы поисследовали эту тему и выяснили, что для PyLint можно написать плагины. Плагины в PyLint называются чекерами. Соответственно, мы можем под каждое свое внутреннее правило, под внутренний стандарт кода написать свой чекер, который будет его проверять. Давайте я вам за несколько примеров покажу, какие чекеры можно написать. В какой-то момент мы обнаружили, что в коде у нас очень много комментариев вида to do и какое-то обещание. То есть человек обещает что-то отрефакторить или удалить какой-то ненужный код, или переписать его красиво, но не сейчас, а чуть позже. Значит, с такими комментариями есть одна проблема. Они совершенно ни к чему не обязывают. Ну вот кто когда-нибудь видел такие комментарии в коде? Да, почти все. Они абсолютно ни к чему не обязывают. И получается, что человек его написал, выдохнул и пошел с спокойной душой заниматься следующей задачей. В итоге код у нас, во-первых, замусоривается, а во-вторых, копится тех долг. И когда отдавать этих долг, тоже непонятно, но, скорее всего, никогда. То есть кто-то три года назад обещал что-то убрать после успешного релиза. Случился вообще релиз за три года или не случился? Наверное, случился. Надо ли выпилить код? Вот это большой вопрос. Я бы не стал. Вот. Таким образом мы можем написать свой чекер для пайлинта, который будет искать такие комментарии и что делать. Мы для себя решили, что если человек хочет написать такой комментарий, мы ему запретить не можем. Да, в принципе, нормальная история. Но давайте мы заставим его сделать дополнительную работу и создать в трекере задачу на эту доработку, которую он обещает сделать. И тогда мы точно про нее не забудем. Таким образом мы можем найти все комментарии вида to do и убедиться, что в каждом из них есть ссылка на задачу в джире. Давайте напишем свой чекер. Значит, что такое чекер с точки зрения пайлинта? Это класс, который наследуется от базового класса чекера и имплементирует некий интерфейс. В нашем случае это интерфейс AeroChecker, так называемый сырой чекер. Сырой чекер работает примерно так. Он итерируется по строкам файла и с каждой строчкой может что-то сделать. В данном случае в каждой строке мы будем искать нечто похожее на комментарии и смотреть, есть ли там ссылка на задачу. Дальше для чекера нужно определить список сообщений, которые он будет выбрасывать. То есть что в сообщении у нас есть? Во-первых, описание, короткое, длинное и код чекера. Про код я сейчас на следующем слайде расскажу. Кроме кода есть еще короткое мнемоническое название, которое определяет, что это за сообщение. Значит, код у нас должен быть таким. Во-первых, первая буква у нас четко стандартизированная. Это одна из первых букв разных типов сообщения. То есть чтобы в отчете было понятно вообще, что это такое. Это напоминание о наших договоренностях, либо это какой-то фатальный совершенно ад, который нужно срочно чинить. И дальше четыре цифры, которые в рамках Pailin.ta должны быть уникальны. Зачем нам нужны вообще коды? Ну, хотя бы для того, чтобы в коде, если вдруг нам эта проверка не нужна, мы могли бы ее отключить. То есть мы пишем Pailin, Disable и либо короткий код буквенно-цифровой, либо мнемоническое название. На самом деле авторы Pailin.ta сейчас рекомендуют использовать именно мнемонический код и отказаться от буквенно-цифровых, но что в принципе логично, это гораздо нагляднее. Дальше. Мы должны определить метод, который называется процесс-модуль. Здесь очень важное название, он должен называться именно так, потому что Pailin будет потом его вызывать. Значит, в модуль передается параметр нода. В данном случае не так важно, что это такое и какого оно типа. Нам нужно только помнить, что у него есть метод stream, который вернет нам файл построчно. То есть мы можем по нему пройти, для каждой строчки проверить, что там, если там есть комментарии и нет ссылки на задачу, то выбрасываем предупреждение с кодом нашего чекера и номером строки. Достаточно просто. После этого чекер нужно зарегистрировать, чтобы Pailin о нем знал. Это делается функцией register, и туда нам приходит экземпляр Pailin.ta, и в котором мы вызываем метод register checker, куда передаем, собственно, сам чекер. Важный момент, модуль должен лежать в Python Pass, чтобы Pailin мог потом его себе импортировать. Значит, чекер мы зарегистрировали, и давайте его теперь проверим. Я подготовил тестовый файл, где есть комментарии, которые потенциально нам не нравятся, то есть там нет ссылки на задачу. Запускаем Pailin, передаем туда наш модуль, и с помощью параметра loadplugins передаем туда наш чекер. Что происходит дальше? Дальше внутри Pailin.ta все завертелось. Что происходит? Значит, в Pailin.te есть свои чекеры, внутренние есть внешние. Все это собирается вместе, импортируется. Дальше для каждого чекера вызывается функция register, куда передается, собственно, сам экземпляр Pailin.ta. Выполняются некоторые проверки, что параметры валидны, присутствуют сообщения, присутствуют отчеты, разные опции, и все это в правильном формате. После чего у нас есть целый список чекеров, которые совершенно разных типов, про то, какие еще бывают типы, чуть попозже. Из них нам нужно выделить те, которые относятся к интерфейсу сырого чекера. Значит, мы просто смотрим, какие чекеры имплементируют интерфейс IRO-чекер и берем их себе. Дальше для каждого такого чекера вызываем метод процесс-модуль и, собственно, запускается проверка. Итак, мы снова запускаем наш чекер на тестовом файле, и вуаля, у нас сообщение о том, что у нас есть комментарий с to do и нет ссылки на задачу. Решили мы эту проблему? Да, решили. То есть теперь людям в процессе код-ревью не нужно сканировать код глазами, находить там комментарии, писать автору кода напоминание о том, что вот мы так договаривались, давай оставь ссылку. Это все делается автоматизированно, в результате код-ревью проходит чуть быстрее. Еще одну проблему рассмотрим. Есть у нас функции, которые принимают позиционные аргументы. Если этих аргументов достаточно много, то, во-первых, при их вызове не очень понятно, что происходит. Да, вот у нас есть функция getOfferByteCNID. Что такое sale, а что такое true? Вообще непонятно. Поэтому мы бы хотели, чтобы функции, где много аргументов, вызывались с именованными аргументами. Тогда, в принципе, сразу все понятно, где какой параметр. И самое важное, что мы теперь не перепутаем их последовательность. Давайте попробуем написать чекер, который проверит такие кейсы. Проблема заключается в том, что сырой чекер, который мы писали до этого, для такого случая написать очень сложно. Там можно, наверное, сделать какие-то суперсложные регулярки, но лично я не хотел бы такой код читать. Поэтому PyLint предоставляет нам возможность написать другой тип чекеров на основе абстрактного синтаксического дерева, AST. Значит, немножко про AST в двух словах. Значит, абстрактное синтаксическое дерево – это представление нашего кода в виде дерева, где вершины – это операнды, а листья – это операторы. Вот такой вот вызов функции, в которой есть один позиционный аргумент и два именованных, трансформируется в такое абстрактное дерево. У нас есть нода с типом call, у которого есть атрибуты функция, с названием функции, есть список позиционных аргументов, аркс, где есть нода с типом const со значением 112, и список keywords, то есть это список именованных аргументов. Таким образом, наша задача в данном случае – найти в модуле все ноды с типом call, посчитать общее количество аргументов, которые она принимает, и если это количество больше двух, то убедиться, что в ней отсутствуют позиционные аргументы. Если они есть, то, соответственно, это повод для того, чтобы показать предупреждение. Что такое чекер на основе IST с точки зрения пайлента? Это, опять-таки, класс, который наследуется от класса базового чекера и имплементирует интерфейс ISTroidChecker. Дальше у нас примерно все то же самое, то есть мы снова должны указать описание нашего чекера, код сообщения, короткий, мнемоническое название, и определить метод visitCall. На самом деле метод не обязательно может так называться, самое главное в нем префикс visit, а дальше идет имя ноды с маленькой буквы, которая нас интересует. То есть IST parser ходит по дереву, и для каждой ноды смотрят, определены ли у чекера интерфейс visit данной ноды, если да, то вызывает его, дальше рекурсивно походит по всем ее детям, и при уходе с этой ноды вызывает метод leave, подчеркивание имя ноды. Таким образом у нас будет метод visitCall, куда придет на вход нода с типом call, и мы внутри посмотрим, если у нее количество аргументов больше двух, и присутствуют позиционные аргументы, то этот повод для того, чтобы выбросить предупреждение и передать туда код и саму ноду. Значит, чекер мы точно так же регистрируем, передаем туда экземпляр пайлинта, вызываем у него register checker, передавая сам чекер, и давайте попробуем это дело запустить. Вот у нас есть пример тестовой функции, где есть три аргумента, и только один из них именованный. Это функция, которая потенциально вызывается неправильно с нашей точки зрения. Значит, запускаем пайлинт, и что тем временем происходит внутри пайлинта. Значит, опять-таки, все модули, которые относятся к чекерам, импортируются. Для каждого модуля вызывается регистрация. Опять проверка, что все параметры валидны. Дальше. Код разбирается в AST-дерево. Разбор выполняет библиотека Astroid. И вчера тут был доклад про линтеры, и там был такой момент, что пайлинт использует какую-то свою реализацию абстрактного синтаксического дерева. Это так, но не совсем. Значит, Astroid внутри себя использует не стандартный питоновский модуль AST, а типизированный AST. Он отличается тем, что поддерживает тайпхенты из PEP 484, и в целом там все то же самое. То есть это форк, который развивается параллельно, там параллельно чинятся все баги из основной ветки AST. Ну, присутствуют, впрочем, те же самые баги, которые есть и в AST. На самом деле, довольно интересная история. В какой-то момент, до какого-то момента Остроид использовал стандартный AST-модуль, и в нем можно было столкнуться с проблемой, когда мы используем тайпхенты, определенные в комментариях. Ну, если вы, например, писали тайпхенты для второго питона, вы с ними сталкивались. И если вы можете проверить такой код пайлинтом, то до определенного момента он ругался на неиспользованный импорт, потому что класс entity, который у нас импортирован, присутствует только в комментарии. Но в какой-то момент на GitHub к астроиду пришел Гвида Ван Россум и сказал, ребята, вот у вас есть пайлинт, который ругается вот на такие кейсы, а у нас есть типизированный AST-парсер, который поддерживает это все. Давайте дружить. Ну, в общем, работа закипела, и прошло где-то два года, и вот этой весной пайлинт уже перешел на типизированный AST-парсер и перестал ругаться на такие вещи. Дальше. Что еще интересного делает AST-пайлинт? Ну, во-первых, он использует AST-парсер для того, чтобы разобрать код на дерево, а потом при сборке он делает некоторые интересные вещи. Например, если вы используете импорт со звездочкой, то он все по звездочке проимпортирует и добавит в locals. Опять-таки, чтобы предотвратить проблему с неиспользованными импортами. Еще интересная штука – Transform Plugins. Это нужно для случаев, когда у вас есть какие-то сложные модели, основанные на метаклассах, все атрибуты генерируются динамически, и в этом случае астроиду очень сложно понять, что вы имели в виду. И пайлинт будет ругаться на то, что в ваших моделях нет такого атрибута, когда вы к нему обращаетесь. Соответственно, с помощью Transform Plugins сможем помочь астроиду немножко модифицировать абстрактное дерево и дополнить его некой информацией, которая поможет ему разобраться в этом. Характерный пример – это пайлинт Джанго. Если вы когда-нибудь пытались натравить линтер на какие-то сложные… работать со сложными Джанго-моделями, то видели, что он часто ругается на неизвестные атрибуты. Но вот пайлинт Джанго как раз решает эту проблему. Значит, возвращаемся опять к нашему чекеру. Снова у нас есть список чекеров. Из них мы находим те, которые имплементируют интерфейс iStroidChecker. И что дальше происходит? Мы помним, что у каждого чекера может быть определено два типа методов – visit и leave. И нам было бы неплохо во время хождения по дереву знать, для какой ноды какие чекеры нужно вызвать. Поэтому они разбираются в две таких простых структуры. Значит, это словарь, где ключ – это имя ноды. И значение – это список тех чекеров, которым важен факт захода на эту ноду. И то же самое с leave методами. Ключ в виде имени ноды и список чекеров, которым интересен факт выхода с этой ноды. Дальше мы запускаем PyLint. И он показывает предупреждение, что да, у нас есть функция, где больше двух аргументов, и в ней присутствует позиционный аргумент. Это неправильно. Таким образом мы решили эту проблему. Теперь программистам на ревью не нужно больше считать аргументы у функции. Это за них делает линтер. Сэкономили свое время, сэкономили время на ревью. Задачи быстрее проходят с продакшн. Все довольны. В принципе, на этот момент уже возникает вопрос. А было бы неплохо наши чекеры каким-то образом протестировать. PyLint позволяет нам это сделать, и довольно несложно. С точки зрения PyLint, тест-чекер выглядит как класс, который наследуется от абстрактного чекер-тест-кейс. В нем необходимо указать тот чекер, который мы проверяем. И дальше взять кусок кода, который необходимо проверить, сделать из него IST ноду. И проверить, что наш чекер, заходя на эту ноду, либо бросит, либо не бросит соответствующее сообщение. Все. Очень просто. Есть еще один тип чекера, который называется токен-чекер. Что это такое? Ну, он работает по принципу лексического анализатора. То есть в Python есть такой модуль tokenize, который выполняет работу лексического сканера. Код разбивается на список токенов. Вот примерно так это все может выглядеть. Значит, как видно, название переменных, название функций, ключевые слова становятся токенами с типом name, а разные разделители, скобочки, двоеточие токенами с типом op. Кроме этого, есть отдельные токены для индентации, перевода строки и обратного перевода. Как Palin работает с токен-чекером? На самом деле все очень просто. Берется модуль, модуль токенизируется, и огромный вот этот список токенов передается всем чекерам, которые имплементируют i-token-чекер, вызывается метод процесс токенс. Все. Честно скажу, мы для себя не нашли применение у токен-чекера, но вот примеры, которые использует сам Palin при работе с токен-чекером. Во-первых, можно с помощью него проверять правописание. То есть мы берем все токени с типом текст и смотрим, что они, например, лексически грамотные, что там токен отсутствует в списке каких-то наших стоп-слов и так далее. Можно проверять отступы, можно проверять то, что переменные, например, отбиваются пробелами. Токен-чекер используется в работах со строками, например, для того, чтобы убедиться, что в байтовой строке у нас присутствуют только ASCII-символы. Или для того, чтобы проверить, что в третьем питоне не используется Unicode-literалы. Но в любом случае для себя мы это пока не используем, но, может быть, когда-нибудь будем. Если вы хотите подробнее узнать про PyLint, про то, как писать для него свои чекеры, в принципе, есть официальная документация, но официальная документация в плане написания чекеров достаточно бедная. И если говорить, например, про токен-чекеры, то там буквально два слова про это есть, и как написать сам чекер непонятно. Для того, чтобы разобраться, я вас призываю пойти на GitHub, к PyLint, посмотреть исходники. Они на самом деле несложные. Можно посмотреть, какие чекеры есть у него в стандартной поставке, и, может быть, вдохновиться на написание чего-то своего. Чем хотелось бы закончить? То есть у нас изначально была проблема с review, в том, что разработчики выполняли работу линтера, то есть тратили свое время на довольно бессмысленное занятие по сканированию кода и, значит, информированию автора о том, что у него что-то не так. Мы эти все вещи переложили на линтер, имплементировали наши соглашения в нем. Соответственно, что нам это дало? Во-первых, увеличилась скорость review, уменьшилось количество отклоненных pull-реквестов, и в целом время прохождения задачи в production тоже уменьшилось. Один чекер пишется, ну, так, чтобы не соврать, ну, простой за полчаса. Какие-то сложные, ну, за несколько часов тоже можно написать, а времени это экономит просто на самом деле массу, отбивается буквально за несколько неотклоненных pull-реквестов. Вот, поэтому экономьте свое время, пишите хороший код, пользуйтесь линтерами. Спасибо, что послушали, спасибо за внимание. Если есть вопросы, задавайте. Спасибо большое за доклад. Кто готов задать вопросы? Спасибо за доклад. Очень интересно было. Вот, я бы хотел спросить, а вот тесты вы показали делаются через искусственное создание нод, да, а можно как-то их, ну, без создания нод, то есть я, допустим, не знаю, вот мой кусок кода, какую, какую, алло-алло, какую ноду создаст? Могу я просто кусок кода подставить в тесты? Ну, на самом деле, вы знаете, какую ноду создаст, можно почитать документацию к астроиду, и там, в принципе, все это есть. Можно поэкспериментировать с методами у астроида parse, то есть взять свой кусок кода, распарсить его в аисте дерево и посмотреть, во что он превратится, и это использовать. Это будет самый правильный вариант. Спасибо. Так, еще кто-нибудь? У меня два вопроса. Первый, это, ну, немножко теоретически, вот предположим, что вот там вот у вас был пример в Туду, мы комментарии пишем на две строчки. На одной начало Туду, а на другой, соответственно, ссылка на Жиру. Можно ли это как-то с этим бороться? Второй вопрос. Вот когда вы вводили линтеры в своей команде и, соответственно, вот эти правила добавляли, сколько заняло времени, чтобы привести весь код, который там был, чтобы он удовлетворял всему этому делу? Так, начну со второго. Значит, времени заняло нисколько, потому что мы это не делали. Значит, линтер у нас гоняется не по всему проекту, а только по дифу от мастера. Соответственно, что там было раньше, нас не очень интересует. Вижу скептицизм на лице. Вот, ну, нам так проще на самом деле. По поводу первого вопроса, многосрочных комментариев. Ну, в целом, можно написать такой код и с RM-парсером тоже, то есть просто проверять, что на следующей строке у нас тоже есть комментарии и как-то это дело объединять. Ну, то есть это классы, там мы можем хранить какой-то state и потом его проанализировать. Еще раз спасибо. Вот, вы рассказали про три вида чекеров различных. Можно как-то их в комбинации использовать? То есть, например, у нас есть какая-то нода, AST, и мы хотим внутри нее там какие-то токены почекать конкретно в этой ноде. Ну, во-первых, да, можно. То есть, если посмотреть те чекеры, которые имплементированы в самом Пайлинте, там встречаются чекеры, в которых есть все три интерфейса. То есть нам ничего не мешает это сделать. Практическое применение я так на вскидку не вспомню, но в целом, да, можно просто взять модуль tokenize и его использовать, разбив все, что угодно на токены. Так что, да, можно. Спасибо за доклад. У меня вот вопрос. Вот вы сказали, да, что у вас появляется какая-то проблема с to do, и вот вы для этого написали чекер. Вот у меня такая же была ситуация на работе, только у нас одни ребята писали if, которые в одну строчку, и там было if, ну, если развернуть, то A равно A. И я просто взял и написал regexp, который просто проверял. Вы вот не думали то, что можно просто написать regexp, добавить в CI и сэкономить немного времени? Ну, мне не кажется, что тут можно что-то сэкономить, потому что, во-первых, нужно написать regexp, нужно потом как-то его еще суметь прочитать, что тоже не всегда просто и очевидно, и нужно его еще добавить в CI-систему. То есть это в сумме какое-то количество действий гораздо меньшее, чем время на написание такого чекера, учитывая, что PyLint у нас уже встроен во все процессы. Вот, но в целом ничто не мешает так сделать. Хорошо. У меня немного странный вопрос. Вы вчера видели же лекцию, ну, смотрели, слушали лекцию про ленты от Максима. У вас что-то используется, как у них вам, как вообще вот этот подход через боль и страдания к нормальному коду? Нет, у нас такой подход через боль и страдания не используется. Ну, потому что, ну, он говорил, что у них коллектива нет, а у нас коллектив есть, и нет такого, что приходит технический директор и говорит, так, вот делаем, как я сказал сейчас. У нас такие решения принимаются коллективно, то есть есть как-то встречи гильдии питанистов, на которые каждый может, во-первых, внести такое предложение, там его соответствующим образом оформить, и проводится голосование. Если у нас собрался кворум, если у нас большинство за то, что это правило поддержать, то оно, соответственно, принимается. Спасибо за доклад. Вот я там видел, что при настройке чекера можно там определять, когда он запускается на входе в ноду или на выходе из ноды. Ну вот, когда лучше что использовать? Ну, тут вопрос, наверное, не очень в том, когда лучше что использовать, то есть зависит от задачи. Если нам важен, например, факт того, что мы прошли по всем детям этой ноды, и вышли из нее уже в самом конце, то да, мы там используем, например, leave-методы вкупе с visit-методами. Но в большинстве случаев, на моей практике, в основном используются visit-методы. Спасибо. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Скажите, а можно как-то подключение плагинов засунуть в какой-то сеттинг, чтобы не вызывать кучу их в командной строке? Ну да, на самом деле я про это не рассказывал, но мы так и делаем. Просто там, грубо говоря, есть класс Pylinter, куда передается в метод… В общем, там есть какой-то метод, который принимает в себя список всех внешних чекеров. И потом это все запускается. Так что да, можно. Все. Так, еще права еще. У меня последний, наверное, вопрос. Вот. Очень классные, на самом деле, чекеры вы показали на презентации. А вы не хотите где-то в open-source выложить ваши чекеры, чтобы мы их не писали второй раз? Да в целом мы не против, но с пациентом обычно дело такое, что нужно тоже какое-то время на это потратить. И в целом, если руки дойдут, то почему нет? Ну, спасибо, скажем. Спасибо. Так, еще желающие есть вопросы задать? Отлично. Тогда давайте поблагодарим Максима. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ